...помощников. Эти негодяи надругались над трупами. Да, история тяжелая. Он был нашим соседом, хорошим человеком. Дорог наш брат. Он всегда по-доброму относился к нам, отец. А вы знаете отец? Мулов Уизал, дай Бог ему здоровья. Еще раз доказал свое благородство. Он собрал с общины по сто тайга, добавил крупную сумму от себя и наконец-таки достроил наши кладовые амбары. Это большое дело. Да, да, да. Мулов Уизал очень много делает для нашей общины. Дай Бог ему здоровья. Я хотел бы узнать, присядь. Хорошо. А что с последним решением? Я не понимаю, почему запретили вывоз зерна из Самарканда? Это решение приняли городские власти. В этом году зима была сухая, да и весна выдалась без дождей. Мы опасаемся за нехватки хлеба в городе. Ну, в чем дело? Дорогой мужик, человек, обладающий властью, должен быть скромным и простым, терпеливым и дальнобитым. Общественная работа эта очень сложная. И надо будет к нему строго смотреться. Я надеюсь, что тебе будет все хорошо, дорогой. Спасибо, отец. Ваше воспитание – залог моего успеха. Кстати, вас можно поздравить. Вы взяли сандок внука. Поздравляю вас, отец. Да, спасибо, спасибо. Благодаря твоей сестре Лео. Если бы она не познакомила Беньямина Старой, этой свадьбы не было бы, а? Да это вам спасибо. Вы помогли Беньямину купить дом, сыграли замечательную веселую свадьбу. Мы никогда не забудем вашу доброту. Ну, ты знаешь, мужик, Беньямин и сам может купить несколько таких домов. Слава Богу, он торговый, известный, да? А вовсе миг он оказался придырчивый. Знаешь, он мне, что сказал перед свадьбой? По двору должна гулять красивая жена и красивые куры. А так и сказал. По двору красивая жена и красивые куры. И наш слад Мулупин Хазиматай мужественный и порядочный человек. Дай Бог долгих лет моему брату и женой. А вы, дядя, молодец. Делали доброе дело. Ты о чем напомни? Ну, как же. Бесплатно отдали комнату медной семье. Вы поддержали мой авторитет. Это было здорово. Ну, знаешь, мужик, мы теперь не можем не помогать нашей общине. Это на...